ННТ на новой волне. Теперь наш канал уверенно вещает в 83 регионах страны. Благодаря комплекту спутникового ТВ от МТС сигнал доступен в любой точке России. Свалки под окнами. Жители Махачкалы соседство с мусорными горами никак не радует. Вирус пошел на минус, но расслабляться не стоит. Подробнее в нашем выпуске. Здравствуйте! Это «Итоги недели» на канале ННТ и я, Мурат Ахмедов. Наша республика перешла ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Свою деятельность смогли возобновить кафе и рестораны с открытыми верандами, а также объекты розничной торговли непродовольственными товарами с торговыми залами площадью до 800 квадратных метров и некоторые образовательные организации. Теперь дагестанцы также могут посещать мечети и храмы. Все эти объекты будут работать, учитывая необходимые меры безопасности. Откроются и пять пилотных спортивных залов для того, чтобы дагестанские спортсмены могли готовиться к предстоящим чемпионатам. Об этом говорится на сайте главы республики. Рост заболеваемости снизился, однако коронавирусная инфекция продолжает угрожать людям. Об этом сообщили в республиканской инфекционной больнице. Сейчас почти каждый день туда поступает около 20 пациентов со средней и тяжелой степенью течения заболеваний. Из трех корпусов медучреждения на сегодняшний день работает один. В нем находится 130 пациентов. Он заполнен на 90%. Среди поступающих много пациентов, так же, как и ранее поступали, с сочетанной патологией, сопутствующей, имеется в виду патологией, со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны эндокринной системы, сахарный диабет, гипертоническая болезнь. У этих пациентов, естественно, исход заболевания бывает менее благоприятный, потому что эти сопутствующие заболевания не утяжеляют течение новой коронавирусной инфекции. Так как новый вирус до конца не изучен, до сих пор не ясно, как он себя проявит в дальнейшем. Поэтому врачи призывают не игнорировать все меры безопасности, соблюдать гигиенические нормы и не посещать места массового скопления людей. Главврач больницы Избирбаша Джабраил Магомедов поблагодарил муфтияд за помощь, оказанную в разгар эпидемии. Накануне состоялась встреча коллектива врачей с заместителем муфтия республики Абдулой Салимовым. На ней руководитель медучреждения выразил признателен с духовному лидеру Дагестана за аллею, названную в честь врачей, а также за предоставленное под нужды здравоохранения здание местного медресе и ощутимую помощь, оказанную медперсоналу всей республики во время пиковой заболеваемости. Огромная благодарность вам и муфтии Дагестана Ахмададжа Фанди. Такую помощь вы нам оказали. Я думаю, это не каждый может такую помощь оказать. Благодаря вам мы вышли, можно сказать, с этой ситуации. В ходе встречи Салимов обратился к врачам со словами благодарности за их самоотверженный труд. Далее обсудили план совместной работы. Главврач вручил заместителю муфтия благодарственное письмо на имя шейха Ахмада Ахмаджа Фанди. В 29 селах Дагестана в этом году откроются новые фельдшерско-акушерские пункты. 19 из них будут возведены за счет федерального бюджета, остальные 10 – на средства региона. Медпункты устанавливают в тех районах, где самая острая необходимость в их открытии. К 2024 году сеть ФАПов охватит все сельские территории республики. В прошлом году пункты появились в 20 селах. Они оснащены всем необходимым для оказания плановой и экстренной помощи. Соответствуют современным требованиям. Махачкала в списке городов с самым грязным воздухом в России. Согласно данным Росгидромета, в столице наблюдается высокая повторяемость максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ и случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха. По оценкам специалистов, одной из главных причин загрязнения воздуха в Махачкале является большое количество автотранспорта. Кроме того, многие автозаправочные станции в городе используют некачественное топливо. В результате тщательных исследований выяснилось, что воздух в столице Дагестана тотально загрязнен соединениями тяжелых металлов, которые могут нести существенную угрозу здоровью махачкалинцев. Вместо котлована – озеро из канализационных стоков. Жители улицы Хуршилова жалуются на полную антисанитарию и зловоние за окнами. Полноценные жизни людей мешают стекающие в котлован фундамента нечистоты. О том, какую опасность все это представляет с точки зрения санитарии, учитывая аномальную жару, и говорить не приходится. Как, возможно, решить затянувшуюся на годы проблему, пыталась понять по темат Ханапова. Уже лет 5-6, как мы живем, вот столько времени эта яма здесь. Уже не просто огромная яма, а настоящее канализационное озеро. Когда-то тут был вырыт котлован для постройки многоэтажного дома. Проект строительства был заморожен, и большая выемка превратилась в отстойник для нечистот. А вот этот уровень, он поднимается? Насколько здесь небезопасно жить? Вот до цех бывает. Вот так, сантиметров 20-30 бывает. Тогда до здесь. Вокруге здесь множество частных домов и многоэтажек. Это не один десяток семей. И всем им приходится испытывать огромные неудобства. Это неприятный запах, полная антисанитария, не говоря уже об опасности для детей. Да и ко всему прочему, из-за постоянной влажности в домах, на стенах появились трещины и сырость. В доме пошли трещины. Реально пошли трещины. Но сначала были незаметные, сейчас уже больше становится. С 60-х годов дом, она не должна была осадку давать. Сейчас уже начало осадку давать постоянно. Потому что не останавливаясь, вода течет, и все время вода стоит уже. Проблема эта для Махачкалы почти классическая. Когда-то повсюду массово распродали земли, а коммуникации по правилам провести не удосужились. После чего владельцы зданий, чтобы хоть как-то решить проблему, начали незаконно врезаться в трубы для ливневой канализации. Из-за отсутствия подключения к централизованной системе в ситуацию не может вмешаться и Махачкала-водоканал. Этот вид коммуникации на нашем балансе не состоит. То есть в данном районе нет централизованной канализации. Мы ее не обслуживаем. Но жители заселили данный район и самовольно врезались в эту трубу. В дальнейшем у данного участка, где этот котлован, появился хозяин. Хозяин начал копать котлован. В результате чего вот эта труба, по которой раньше шла ливневка, а сейчас там уже канализация незаконная, эта труба обрушилась в этот котлован. В связи с чем мы можем наблюдать ту самую картину, про которую вы рассказываете. На вопрос, кто виноват, дать однозначно ответ в данном случае сложно. Да и важно ли это. Сейчас главное понять, как людям создать комфортную среду вокруг. Эксперты отмечают, что задача эта не легкая, но вполне реализуемая. А вот какое решение вы все-таки видите? Что бы вы посоветовали людям, чтобы все-таки решили их проблему? Ну, во-первых, сам застройщик должен восстановить данную трубу, чтобы она нормально работала. Это как бы такое временное решение. А в дальнейшем в данном районе нужно строить разводящие сети канализационные. Нам должны, по идее, нам должны были сдать данный район. Нам этот район не сдали. Мы там сети на баланс не брали. Поэтому мы не обслуживаем этот район, потому что у нас там сетей нет. Неблагополучная санитарная и эпидемиологическая обстановка в Махачкале сложилась еще в конце 80-х годов прошлого столетия. А в новом веке объем сточных вод стал существенно превышать имеющуюся мощность канализационных и очистных сооружений. Численность населения Махачкалы увеличивается. Пропускная способность коммуникации так и остается прежней. В результате коррупционных схем и откровенной нерадивости чиновников Махачкала с годами превратилась в экологическую мину замедленного действия. Мы же, в свою очередь, выражаем надежду, что нынешняя власть обратит внимание на данную проблему и люди задышат новым чистым воздухом. Патимат Ханапова, Нур Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Жители сразу нескольких районов Махачкалы жалуются на импровизированные свалки, в которые превратились контейнерные площадки. Отходы не вывозят совсем, либо делают это нерегулярно. Кому обращаться с жалобами и когда, наконец-таки, закончится этот мусорный коллапс, узнавал Азумруд Гамидова. Груда мусора, который уже заваливает в проезжей части, напирает на ближайшие магазины. Такую картину жители сепараторного посёлка наблюдают из своих окон уже больше месяца. Горожане жалуются, что переполненные контейнеры порой стоят на жаре по несколько дней, источая вони и привлекая крыс и насекомых. Это кошмар. Сколько мы топимся этим мусором вообще, я не знаю. Власти куда смотрят. Похожие мнения высказывают и другие жители. Особенно не повезло жителям тех домов, где контейнерные площадки расположены прямо под окнами. Вот такая картина очень часто. Если летом это происходит, это вообще очень безобразно. То есть первые этажи или ближайшие дома, страдают люди, дети же здесь те же самые. Мусор убирают? Его убирают, но я же говорю ещё раз, это не так часто происходит. Нерегулярно. Вот такая картина, она повсеместна, скажем так. Подобные ситуации, возникающие то и дело в разных районах столицы, заставили жители города вспомнить о повышении тарифов на вывоз мусора. По мнению махачкалинцев, услуги по сбору и утилизации отходов ещё далеки от идеала. Я каждый месяц плачу. Наши жители платят. Вот радио-заводские обстоятельства. Вот вчера получила деньги, вчера и сразу пошла, заплатила. Я после этого знаю, как надо расходовать деньги. Грязит, утопаем мы. На нашу сторону никто не смотрит. Никогда. Я не знаю, чем там наверху макушка собирается, люди что делают там. У жителей улиц Хуршилова и Садовой баки для сбора отходов есть. Однако, как сообщают сами владельцы квартир, выводится только мусор, который находится непосредственно в контейнерах. А тот, что лежит на земле вокруг, там и остаётся. Сихийные свалки облюбовали коровы, которые каждый день приходят сюда питаться отходами. И коровы, и мусор. И вот, я не знаю, дышать нечего. Вот окна скрывать не можем, от того, что вот такой вот бардак кругом. Возникает резонный вопрос. Обязан ли региональный оператор убирать место погрузки, если по прибытии мусоровоза оно уже загрязнено отходами? Мы не имеем отношения никакого к контейнерным площадкам, к их содержанию, к их созданию. Мы не имеем. За это ответственные органы местного самоуправления. Если это на территории муниципальной собственности. Если это на территории многоквартирного дома, за это несут ответственность органы, эти жильцы многоквартирного дома. Ну, ТСЖ, продающие компании. Мы не отвечаем за создание, содержание. Мы региональный оператор. Мы только осуществляем сборы, транспортирование, дальнейшую утилизацию, обработку, захоронение. Мы за этим не следим. Стремительный рост Махачкалы сопровождается и столь же быстрым нарастанием экологических проблем. Город ежедневно производит десятки тонн бытовых отходов. А на всю Махачкалу есть всего лишь один мусоросортировочный завод на южной окраине города. Здесь отходы сортируют по типу металл, стекло, пластик и бумага. Все остальное отправляется на полигон. В день из Махачкалы вывозится до 170 тонн мусора. Тяжело справляется он со своими функциями. Почему? Потому что он очень старый, ломается часто, и чаще приходится ремонтировать его. Нам обещали новый завод. Имеется в виду, что Каспийский мусор сюда заезжает, и Махачкалинский мусор сюда заезжает. Можно так сказать, что Каспийский мусор, он более не строительный мусор, имеется в виду, в очках. А Махачкалинский мусор, он как бы в контейнерах, они строительный мусор бывают. Как думаете, с чем это связано? С культурой? С культурой, да, с культурой. С этим нельзя не согласиться. Нередко сами жители ведут себя, мягко говоря, некультурно. И вместо того, чтобы опустить пакеты с отходами в баке, бросают их, где попало. Не прижился у махачкалинцев и раздельный сбор мусора. Жильцов приучали разделять его и поставили контейнеры. Но и гражданская сознательность подводила, и отходы после вывоза все равно сваливались в одну кучу. Причина, в первую очередь, в лене местных жителей, мне так кажется. Потому что, ну, неужели им дойти вот 20 метров. Посмотрите, основной мусор вот здесь находится 20 метров. Но, как всегда, привычка, наверное, плохая. Взять, выбросить там, где удобно, и уйти дальше. Из года в год проблема мусора Махачкаля остается актуальной. Столица растет, а значит и растет количество отходов. В компании «Лидер» нам заявили, что ситуацию взяли на контроль и уже заняты решением проблемы. Ну, а пока люди живут рядом с переполненными баками в 21 веке, ощущая под окнами запахи Средневековья. Зумруд Гамидова, Мусас Алгиреев, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. Наша аудитория теперь стала еще шире. Информационные выпуски и другие передачи телеканала ННТ теперь можно смотреть на платформе спутникового телевидения от компании МТС. С этой недели медиапродукт канала доступен не только жителям Дагестана, но также транслируется в других регионах России. Подробнее в нашем сюжете. В крупном мегаполисе или в отдаленном поселке, неважно, благодаря комплекту спутникового ТВ от МТС, теперь телеканал ННТ доступен в любой точке России. До этого передачи о культуре, обычаях и традициях жителей Дагестана транслировались только в самом регионе и через различные интернет-сервисы. В первые три месяца наше национальное телевидение на платформе МТС будет работать в тестовом режиме. Это необходимо для проверки технических возможностей всех участников проекта. Но уже сегодня можно сказать, что аудитория канала существенно расширилась. Если идти по порядку вообще, то мы сегодня вещаем в аналоге. Мы есть на Smart TV, в Samsung, LG телевизорах. Также мы есть в приложениях на телефонах. IPTV, это интернет-провайдер. Можно позвонить и сказать, подключите нам, пожалуйста, телеканалы, где есть телеканалы ННТ-список каналов. Это все было у нас. Но теперь у нас есть уникальная возможность. Мы вышли на Спутниковое ТВ. Мы вещаем теперь на всю страну. И, в принципе, это для нас открывает большие горизонты. Мы имеем теперь возможность, ну, точнее, дагестанцы имеют возможность спокойно приобретать пакет МТС, Спутниковое телевидение и смотреть наш телеканал. И получать удовольствие, быть в курсе всех новостей, все, что творится у них на родине, где бы они ни находились, в какой бы части нашей страны ни жили. Спутниковое ТВ от МТС обеспечивает вещание в 83 регионах страны, за исключением Камчатки и Чукотки. Телеканал ННТ можно найти, нажав на пульте кнопку 807. Канальный план универсален для зрителей и оператора по всей стране. Для получения доступа пользователю необходимо только иметь оборудование для приема сигнала. Сегодня у нас есть вся необходимая инфраструктура для того, чтобы жители Дагестана могли комфортно пользоваться спутниковым телевидением и смотреть те каналы, которые им интересны. Трансляция телеканала «Наше национальное телевидение» позволит нам стать ближе к зрителям. А сегодня это уже тысячи семей. Жители же тех отдаленных населенных пунктов, где нет цифрового телевидения, но есть возможность установить спутниковое оборудование, получат возможность иметь полное представление о жизни Дагестана. Телеканал ННТ – это телевидение для всей семьи. В программах канала делается упор на укрепление традиционных ценностей и духовностей, сохранение языков и популяризацию здорового образа жизни. Кроме того, освещаются события культурного, религиозного, социального и политического характера, происходящие в Дагестане. По тематам Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкалаб. В Дагестанском гуманитарном институте на неделе состоялся 12 выпуск. Студентам, бакалаврам и магистрантам вручили дипломы об окончании учебы. Среди них и почетный гость – муфти Татарстана, который окончил здесь магистратуру по направлению теология. На торжественном мероприятии присутствовал духовный лидер мусульман республики – шейх Ахмат Афанди, а также представители власти и гости из Москвы. Подробнее в нашем сюжете. Почетные гости с трибуны поздравили выпускников и пожелали им успехов на жизненном пути. Долгожданный дипломы студентам вручил муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди, стоявший у истоков создания вуза. В ряду выпускников магистратуры по направлению теология был и почетный гость – нынешний духовный лидер Татарстана Камиль Хазрат Самигулин. До XVII века многие ученые Татарстана обучались именно здесь, до того, как открылась дорога Бухару. Дагестанские ученые, в частности, шейх Сахулап Ады, Пашларов учился в Чистополе, в Татарстан, затем в Троицке, у взаимодействия Шана Расулина. Поэтому наши связи, они на самом деле настоящие, они сильные. В этом году учебу в Дагестанском гуманитарном институте завершили 92 выпускника, 12 из них с красным дипломом. Это и магистранты, и бакалавры, и те, кто впервые получили документ о высшем образовании. На сегодняшний момент единственным может быть в стране вуз, где идет синтез как религиозных, так и светских наук. И, соответственно, все лучшее, что есть в светском образовании, высшем образовании, что есть в лучшем духовно-образовательной системе. Здесь находят гармоничные сочетания. Невозможно описать эти эмоции, эти чувства, честно сказать, не знаю, с одной стороны ответственность, потому что то, чем у нас здесь обучили, ответственность все равно чувствуется. И с другой стороны печаль, потому что какое-то время мы оставляем, надеемся, что встретимся и в шалахе в аспиранторе. Диплом – это просто документ, самое главное – это деяние, самое главное – это обучение подрастающего поколения, просвещения нашего и других народов. Студентам Даги предрекают хорошие перспективы для трудоустройства. Эксперты считают, что сочетание светского и религиозного образования с духовным воспитанием – лучший путь к формированию гармонично развитой личности. Конечно же, мы надеемся, что какой-то план и какой-то результат их учебы, их дальнейшей работы почувствует наше общество, особенно почувствует подрастающие поколения. Мероприятие украсил зрелищным выступлением рекордсмен Книги рекордов Гиннеса Амар Ханапиев. Он в своей излюбленной манере продемонстрировал силу настоящего горца, сгибая железо руками, а зубами перетаскивая тяжести. Известные артисты порадовали композициями, исполнив нашиды, посвященные пророку Мухаммаду. Мир ему и благословение! Мероприятие завершил муфтий Дагестана шейх Ахмад Афандия. Сокровенные слова мольбы не были слышны присутствующим, но искреннее желание духовного лидера, подтверждённое всей его жизнью, и без этого известно всем. Сохранить мир и умножить благополучие на земле Дагестана и России. В гуманитарно-педагогическом колледже выпускникам вручили дипломы. Это уже 14-й выпуск студентов этого учебного заведения. В этом году среднепрофессиональное образование получили свыше 200 студентов. Разделить радость ребят, получивших путёвку в профессиональную жизнь, пришли представители министерств и ведомств республики. Подробнее Хамза Нурмагомедов. Торжественное мероприятие началось в национальной лесгинке. Далее ведущий программы Султан Трамов предоставил слово почётным гостям. В республике есть много частных образовательных организаций, но колледж, гуманитарно-педагогический колледж, надо сказать, что ведёт образовательную политику правильно. Здесь идёт образовательный процесс в соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов. Здесь не только обучая детей хорошо, здесь в том числе ведётся большая работа по духовно-нравственному воспитанию наших детей. Мы в театре республики Дагестан, за что им огромная благодарность, удалось создать университетские комплексы, чего не удалось государственным вузам. Два детских сада, две школы, два колледжа, прекрасный башламовский колледж, я их тоже люблю и обожаю, два вуза. Вы понимаете, выстроена образовательная параллель, которую не удалось выстроить ни одному государственному вузу Российской Федерации. Выпускникам пожелали успехов на жизненном пути и вручили долгожданные дипломы. Одни из них собираются продолжить обучение в высших учебных заведениях, а другие сразу же трудоустроятся. Этот колледж дал очень многое. Здесь за 4 года я повзрослела. Преподаватели просто прекрасные люди. Всегда готовы поддержать, дать совет, дать знания в конце концов. Здесь прекрасная профессиональная база. Отсюда можно выйти прекрасным специалистом. Хочу поехать в село, там работают учителем начальных классов и поступить дальше в ДГПУ. Там уже подобрать факультет, учитель иностранных языков. ГПК является лауреатом всероссийского конкурса 100 лучших колледжей России. Эксперты считают, это учебное заведение одними из самых успешных профессиональных образовательных учреждений Дагестана. И более того, для нас важно, для Дагестана, то, что здесь дает и светское, и религиозное образование. Почему важно? Потому что мы знаем, какие процессы происходят сегодня в республике Дагестан. Здесь самая большая мусульманская умма, и мы должны знать свои основы, основы своей религии. И именно вот это то, что в других учебных заведениях недостаточно получает, именно вот здесь, в нашем колледже, это дает, скажем так, на уровень со светским образованием. Поэтому в этом отношении они тоже востребованы, выпускники гуманитарно-педагогического колледжа. И уверены в том, что они внесут свою лепту и в социально-экономическое развитие республики Дагестан, и в спокойную общественно-политическую ситуацию. Потому что тот, кто знает религию, он никогда не отступится, его никогда невозможно завербовать. Образование студента и этого вуза получают по нескольким востребованным направлениям, которые помогут им найти свое место в жизни и работать во благо общества. Всего профилей обучения шесть – информационные системы программирования, экономика и бухгалтерский учет, социальная работа, дошкольное образование, преподавание в начальных классах и дизайн. Выпускается в этом году более 200 выпускников, студентов. Они, большинство из них уже трудоустроены. То есть, проходя практику, очень много было приглашений, разные организации, госучреждения. А часть из них уже планируют продолжать учебу в вузах России. Многие уезжают, многие продолжают учебу в Дагестанском гуманитарном институте, в педагогическом университете. Так что мы за своих выпускников спокойны и очень рады за их будущее. В Дагестане продолжается противосаранчевая обработка сельхозугодий. Химзащитные мероприятия охватили более 100 тысяч гектаров. В текущем году на севере республики отрождение марокканской саранчи было замечено уже в мае. Тогда и была начата борьба против вредителей, которая продолжается по сей день. Подробнее в сюжете моих коллег. Работают на земле и с воздуха. Авиация в борьбе с саранчой играет важную роль. Так половина зараженных площадей обрабатывается именно посредством самолетов. За один полет такое воздушное судно способно обработать до 50 гектаров пашни. Здесь еще есть преимущество обработки самолетом. Вот этот сенокос везде, который мы не успели косить, если нам пришлось, мы сейчас вот эта наземная техника все это обработать, и сколько мы так нанесли ущерба. Авиация достает вредителей там, где бессильно другая техника. Однако все же ежегодно остаются необработанными около 20 тысяч гектаров. Связано это с водным кодексом, запрещающим проводить химзащитные мероприятия на водоохранных зонах. В частности, это прибрежные территории Каспийского моря и Очекольских озер. Оттуда насекомые могут совершать миграционные полеты на сельхоз угодья. Поэтому и приходится всегда быть на чеку и проводить очаговые обработки. Сообщили вовремя. Сообщили вовремя. У нас такого этого уже не было. Вовремя нам помощь тоже дали. Спасибо министру тоже и правительству, кто помог нам. Пока саранча, когда появились, мы сразу сообщили. На следующий день они нам помогали. Дали самолет тоже и лекарство тоже. Работы по очаговым обработкам сельхозугодий будут продолжаться. На данный момент в Дагестане на наличие саранчи обследовано более 350 тысяч гектаров. Из них выявлено 120 тысяч гектаров зараженных площадей. Батимат Канапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Побайуртовский район. 93 года на страже пожарной безопасности. 18 июля свой профессиональный праздник отметили инспекторы Государственного пожарного надзора России. Именно в этот день, в 1927 году, было подписано соглашение о создании этого структурного подразделения. О важности работы инспекторов Госпожнадзора. В нашем сюжете. Их основная цель – донести до людей жизненную необходимость в соблюдении норм пожарной безопасности. Контроль и профилактика призваны минимизировать риски пожара. Сотрудники пожарного надзора встречаются с населением, рассказывают о своей работе в образовательных учреждениях. Выявляют недочеты в помещениях торгово-развлекательных центров и на других объектах. Есть массовое скопление людей. При проведении проверки мы контролируем соблюдение всех требований. То есть мы смотрим, проводятся ли инструктажи на данном объекте с персоналом, проводились ли там тренировки по эвакуации, содержат ли они в исправном состоянии автоматическую пожарную сигнализацию, автоматические установки пожаротушения. Все это в ходе проверки мы учитываем и указываем в предписании, которое уже в последующем году даем на исправление. Каде Билалов второй год трудится в госпожнодзоре. Работать в этом подразделении решил еще будучи школьником. Потом была учеба в Воронежском институте МЧС, а затем практика. Уже здесь будущий инспектор убедился быть полезным обществу – это его призвание. Где-то в четвертом классе, когда недалеко от нашей улицы горел лес, я увидел пожарных. И уже на следующий день в школе я всем говорил, что я хочу быть пожарным, хотел быть полезным обществу. И уже в 2014 году я поступил в институт МЧС. В 2019 году я его закончил и вот сегодня работаю. Благодаря своевременной реакции инспекторов госпожнодзора выявлено более тысячи нарушений, а значит предотвращены десятки возможных трагедий. Однако по статистике только за 7 месяцев этого года в Дагестане произошло 1563 пожара. Увы, статистика возгорания увеличилась на 2%. Остальные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электроприборов и поджоги. Роли инспекторов сегодня особенно актуальны. Сейчас в республике сложная ситуация с лесными пожарами. Введен особый противопожарный режим. В настоящее время на территории республики Дагестан введен особый противопожарный режим, в рамках которого запрещается посещение лесов, разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и иных отходов. Просим вас проявить сознательность и ответственность. Также дополнительно сообщаю, что в соответствии со статьей 20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, нарушение требований пожарной безопасности, совершенное в условиях особого противопожарного режима, карается удвоенной суммой административного штрафа. Побольше выходных и меньше пожаров – самые главные пожелания сотрудников госпоженадзора своим коллегам. Это неудивительно. Свой профессиональный день у инспекторов проходит, как и почти все другие праздники, исключительно на рабочих местах. Тем временем, лето в нашей республике обещает быть жарким в этом году. В Гидрометцентре Дагестана сообщили, что вторая половина лета продолжится так же, как и начиналось. То есть будет наблюдаться жаркая погода без осадков. По данным синоптиков республики, температура воздуха в первой половине лета в текущем году превышает прошлогоднюю на полтора градуса. При этом количество осадков составило один процент от многолетней нормы. Как отмечает главный синоптик региона, характерными для столицы останется наличие ветров, преимущественно юго-восточного направления, которые и несут с собой жару. И приятная новость для многих. В этом году почти 4 миллиарда рублей выделено на ежемесячные выплаты на первого ребенка в Дагестане. Об этом сообщают в Минтруда республики. Так, с января по июль 2020 года профильным министерством в Управлении социальной защиты населения на местах на осуществление указанной выплаты уже перечислены денежные средства в сумме около 2 миллиардов рублей, рассчитанные на более чем 27 тысяч человек. Отметим, что право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если ребенок рожден или усыновлен, начиная с 1 января 2018 года. Кроме того, размер дохода семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Спортивная жизнь, затихшая из-за пандемии, возвращается на круги своя. Дагестанец Магомед Исмаилов скоро померится силами с Александром Емельяненко. Бой пройдет в Сочи и возглавит 107-й турнир Лиги ACA. На одной из заключительных тренировок Исмаилова побывал наш корреспондент Курбан Рагимов. Он узнал, с каким настроем один из самых ярких бойцов страны подходит к серьезному вызову. Видишь, я начинаю работать даже через... Видишь, аккуратно, аккуратно, микрофон давай, раз запустил. Всегда веселый, он острый на языке, в то же время харизматичен. Магомед Исмаилов продолжает виртуальные атаки на своего соперника. До боя против Александра Емельяненко остаются считанные дни. Будем выбивать из Александра его легендарность. Подколы и резкие ответы. Так, два самых ярких бойца России подогревают интерес к своему поединку. Мастера трештока уже почти год регулярно радуют креативом, но главные события ждут нас в октагоне. Что справа, что слева, так удар железного молота. 24 июля я буду вбивать лысую голову в настил римля. Буду бить по лысой наковальне. Готовься, лысый, готовься. Этот бой не имеет аналогов в российском ММА. Основная особенность – весовые категории бойцов. Поединок пройдет в тяжелом весе, что привычно для Емельяненко. Исмаилов же почти на 20 килограммов легче, ростом он ниже на 18 сантиметров. Однако лысого хищника габариты соперника не смущают. Страшных каких-то травм нет. Вес сейчас 96 килограмм. 96,5 килограмм. Какой должен быть вес, чтобы именно в тяжах подраться? Я считаю, что какой он будет, такой достаточно. Не хочу заставляться, через силу есть не хочу, не доедать не хочу. Вот захотелось покушать – кушаю. Не хочется – не ем. А вес, какой будет на тот момент, такой пусть будет. Ну, с молотком он переусердствовал. Да, 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 слишком, знаешь. Конкретно возбудил он тебе шаг. Все. Это в роли. Кому будет бивать, посмотрим. Основная часть тренировки Исмаилова закрыта для видеокамер. У него есть домашние заготовки, которыми боец намерен застать своего рослого и тяжело бьющего соперника врасплох. Дагестанец, так же, как и его оппонент, настроен крайне серьезно. Я сегодня начал тренировочный процесс в Ахмат, да, и глава Чеченской республики Рамзан даже, ну, имеется в виду, уделял ему внимание. Думаю, он максимально, ну, да, я думаю, это самый максимально серьезный подход к тренировочному процессу в этой его подготовке был. Да и он вот сейчас, то есть недавно в нашем перекрестном интервью, он заявил, что это лучшая его подготовка, лучшая его форма за всю его карьеру в смешанных единоборствах. Так что это именно то, это именно то, чего я хотел. Нет, мы идем побежать лучшую версию. На следующей неделе в Сочи в октагон войдут еще четыре дагестанских спортсмена. Большая часть подготовки бойцов попала на эпидемию коронавируса. Лишь за месяц до боев они смогли собраться в зале. Один из столичных фитнес-клубов сделал для профессионалов исключение. Поначалу, вспоминает Гаджумрат Хирамагамедов, приходилось тренироваться на свежем воздухе, в парках и в горах. Победа над Абубакром Вагаевым приведет нашего микс-файтера к титульному поединку в полусреднем весе. В Дагестане уже поехал в горы, в горах полутирую день-недельно. Там круз физически укреплялся. Потом уже здесь остальные месяцы уже проходил Махачкаля. Душно, жарко, ничего, нормально. В эти дни спортсмены плавно приступают к сгонке веса. Боец клуба «Крепость» Курбан Тагибов идет на серии из десяти побед подряд. Две из них одержаны в лиге ACA. Успех в следующем бою позволит полулегковесу войти в круг претендентов на чемпионский пояс. Мой соперник – это Рамазан Кишев. Я его смотрел в бои. Хороший, крепкий парень. Я готовился на войну, как всегда, и будем тратиться на талаву. Что даст тебе эта победа? Это еще одна победа в мою копилку. Еще на один шаг ближе к поясу. Но это победа многое дает. Турнир ACA 107 пройдет 24 июля в Сочи. В курортный город спортсмены отправятся уже через два дня. Вечер боев возглавит поединок Емельяненко и Смаилов. Это событие однозначно не оставит равнодушным никого. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!